Привет! Меня зовут Оля. Сегодня вместе напечем чудесных булочек с вареньем и посыпкой или штрейзелем. Варенье у меня вишневое и айвовое, но я думаю, будет вкусно и с любым другим. Кроме варенья, в качестве начинки можно использовать творог, яблоки или ягоды, свежие или размороженные. Булочки получаются нежные, мягкие, тают во рту. Они просто идеально подойдут для семейного чаепития. Тесто. Молоко слегка нагреваю. Оно должно быть теплым, но не горячим. В дрожжи добавляю столовую ложку сахара. Размешиваю и вливаю теплое молоко. Перемешиваю и оставляю смесь на 10 минут. Сливочное масло растапливаю и оставляю остывать. В миску для замешивания теста разбиваю яйцо. Добавляю оставшийся сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Хорошо перемешиваю. Вливаю сюда дрожжевую смесь. Добавляю муку и замешиваю тесто. В конце вливаю остывшее сливочное масло. Вымешиваю тесто руками около 15 минут. За это время оно станет мягким, эластичным и не будет липнуть к рукам. Теперь тесто и округляем. Миску слегка присыпаю мукой. Помещаю сюда тесто. Накрываем и убираем в теплое место на 1,5-2 часа. За это время тесто должно в объеме увеличиться в 2-3 раза. Ну а пока оно будет бродить, я подготовлю начинку для будущих булочек. С вишневого варенья я слила предварительно жидкость. И у меня остались только сладкие вишни. Добавляю в них крахмал и перемешиваю. Альбовое варенье у меня густое, сладкое, мягкое. В него я ничего не добавляю. Начинка готова. Если будете использовать ягоды свежие или размороженные, в них кроме крахмала нужно будет также добавить сахар. В среднем это 1,5-2 столовых ложки на 150 грамм ягод. А как приготовить яблочную начинку и творожную, ссылки я оставлю в конце этого видео и в описании к видео. Выкладываю тесто. Немного его обминаю и делю на 16 частей. В среднем по 60 грамм. Каждый кусочек отминаю. Собираю края в центре, защипываю и округляю. Заготовки накрываю и оставляю на 10 минут. Каждый кусочек теста я немного раскатываю. Кладу начинку. Защипываю хорошо края. И прокатываю булочки по столу, чтобы сгладить шов. Укладываю булочки на противень, застеленные пергаментной бумагой, швом вниз. Накрываю их и оставляю на 40 минут. Ну а пока булочки будут подходить, я приготовлю кондитерскую крошку, он же штрейзель или посыпка. В миску высыпаю муку, добавляю сахар, ванильный сахар и охлажденное сливочное масло, порезанное на кусочки. Все хорошо перетираю рукой. Должна получиться влажная крупная крошка. Яйцом взбиваю вилкой. Каждую булочку щедро смазываю яйцом и посыпаю крошкой. Противень убираю в духовку, разогретую до 200 градусов на 20-25 минут. Готовые булочки выкладываю остывать на решетку. КОНЕЦ Потрясающие булочки! И вы же видите, они готовятся на самом деле очень просто и быстро. Друзья, у меня все. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Я желаю вам вкусных булочек и до новых встреч! Пока!